Камрады, сегодня я решил затронуть такую тему, немножко об этом поговорю, поделюсь своим опытом, таким многолетним, 25-летним опытом работы с прибором. И тема такую затрону, что когда лучше всего покупать прибор. Какой это вы определитесь, это вы можете позвонить, какие-то консультации получить, можете посмотреть видео на ютубе, то есть какой прибор вы определитесь, вы поймете, да? А я затрону тему и поговорю сегодня о том, когда лучше покупать прибор и когда лучше прибор менять. Ну, в основном это будет касаться, конечно, вот таких новоначальных, кто только вот в нашу деятельность вступает, становится Камрадом, присоединяется к нашему кладоискальческому движению. Ну и те, кто хочет прибор поменять, в общем-то тоже это касается. Так вот, значит, тема такая, когда, в какое время, в какое время года, наверное, так лучше сказать, лучше всего поменять прибор. Значит, смотрите, начну издалека. Самое горячее время, самое горячее время, это весна. Весна, то есть вот первый наш самый главный сезон, это весенний сезон, он достаточно короткий. Вот, с первой проталины, где-то, наверное, 10 числа апреля. Ну, в разных регионах это по-разному, но вот наша средняя полоса, это где-то 10 апреля. Вот, и до высокой травы, это, наверное, первая неделя, 10 числа, середина июня. Это горячий сезон, это самый горячий сезон. То есть все хладоискатели-профессионалы, непрофессионалы это очень хорошо знают, и это время стараются использовать. Вот, с максимальной пользой. То есть это горячее время, его не надо тратить на изучение прибора. К этому времени, к началу хладоискательского сезона, вы должны быть готовы работать. Вы должны быть уже понимать свой прибор, знать его, уметь с ним обращаться, слышать его. И в это время вы не должны это время тратить на изучение прибора. Вы должны это время тратить на поиски уже. Не надо тратить это, то есть, может быть, на разведку какую-то, на уже, да, вот именно копать. Вот, поэтому я не рекомендую менять прибор и покупать новый прибор перед... Это можно делать, но целесообразнее прибор менять или покупать под осень, под зиму, осенью. Почему? Значит, вот смотрите, сейчас вот мы снимаем это видео как раз вот осенью. Второе дыхание, второй сезон. Пашатся поля, жухнет травка. Значит, сейчас снег ляжет, растает, снег ляжет, растает, прибивает травку. То есть вот это вот второе дыхание, второй сезон, когда вы можете успешно работать. Когда нету высокой травы, нету густой, когда пашутся поля. Вот если вы приобретаете прибор вот именно в это время, какой-то октябрь, ноябрь, сезон в основном, вот я могу сказать про нашу среднюю полосу, значит, он продолжается где-то до глубокого снега. Вот у нас это середина или 20 числа декабря. То есть основное количество приборов позволяет работать где-то до минус 10. Вот, поэтому вот в это время, когда зимой, я вот, например, зимой работаю до глубокого снега. Пока, ну, где-то сантиметров 20, 25, там 30 не навалит. Вот, то есть это в основном происходит где-то 20 числа декабря, там, может быть, 10 числа декабря. То есть до этого можно время работать. Если вы приобретаете прибор сейчас октябрь-ноябрь, у вас впереди, ну, где-то минимум полтора-два месяца попрактиковаться, изучить его, понять его, попробовать, выйти в поля. То есть вы вот второе дыхание, второй вот этот сезон осенний, второе горячее время, вы можете уже понять и услышать свой прибор, который вы вот приобрели. И потестировать его, выйти в поля, услышать его, понять, разобраться, поиграть с настройками. И к горячему времени, к весне, у вас уже будет, вы уже будете знать и слышать и понимать свой прибор. Весной, в горячее время, в горячий сезон вы не будете тратить время на изучение своего прибора, на то, чтобы понять его. Далее, значит, ну, ни для кого не секрет, то, что есть такое время, когда на рынке металлоискателей рулят продавцы, вот, а есть тогда, когда покупатели. Значит, если приходит продавец весной, покупатель, если покупатель приходит весной, под весну, весной за металлоискателем, это горячее время. Ну, во-первых, не все приборы, они имеются в наличии, не все. То есть, их весной разбирают, как горячие пирожки. Ну, и мы, продавцы, такие, знаете, уже, извините за выражение, так скажу, как есть немножко зажравшиеся. Не ты там приобретешь, там другой придет. Ну, осенью уже рулят, уже на рынке продаж металлоискателей, уже, извините за выражение, рулят покупатели. Почему? Потому что количество приборов, продажи приборов под зиму падает, вот, а, извините, налоги, аренду, там, зарплату нам никто не отменял. Вот, то есть, нам их выплачивают. И все продавцы начинают, это крупные продавцы, дистрибьюторы, это дилеры, включают какие-то акции, подарки. Вот, если посмотреть час вот на это время, то есть, многие продавцы металлоискателей включают такие акции. Вот, они есть. Соответственно, мы, ну, грубо говоря, более лояльны. То есть, мы всегда пойдем на более большую скидку, мы сделаем более весомый подарок. То есть, вот, это такой нюанс, и от него отказываться нельзя. То есть, продавцы металлоискателей более лояльны, более уступчивы к покупателю именно под зиму. Далее, значит, курс доллара, курс доллара-евро. Очень большое количество металлоискателей привязано именно к курсу доллара, к курсу евро. Они завозятся из-за рубежа, и, соответственно, проплаты за них идут доллара-евро. И если курс доллара и курс евро растет, то, соответственно, и, как говорится, стоимость металлоискателей увеличивается. То есть, вы можете посмотреть, как многие производители металлоискателей подняли свои цены за последние 2-3 месяца. Да не надо 2-3, полтора-два, месяц-полтора. Это не секрет, это можно проверить. Сколько металлоискателей, я не буду фирмы-производителей называть, но сколько металлоискателей стоили полтора-два месяца назад, и сколько сейчас. То есть, рост минимум за последние где-то полтора месяца, месяц 10%. Это тоже деньги. То есть, это тоже деньги, их терять, в общем-то, не стоит. Камрады, вот то, что я рассказал, это, в общем-то, знаете, годами выработано. И, поверьте, если вы планируете приобретать металлоискатель, то под зиму, в конце, в середине осени, вы получите максимально такие вот условия, выгодные для вас. Вы можете прийти, вот, под зиму, вот, например, даже, вот, кладовискательский контроль Владимира Порываева, ну, понятно, да, то есть, что меньше народу, меньше народу к нам приходит. И мы с вами более грамотно можем поработать, более, большего времени вам уделить, протестировать, показать одно, второе, третье. То есть, подход вам будет, ну, у нас просто больше времени для вас. Вот, то есть, я поделюсь своим личным опытом, какие-то настройки. И, поэтому, если кто планирует приобретение металлоискателей, самое оптимальное время, это середина осени и под зиму. Если мы, конкретно мы, кладовискательская контроль Владимира Порываева, и я лично, я всегда на связи, мне всегда можно позвонить. Чем-то можем вам быть полезным, вот, то никакие промокоды не надо, никакие. Просто камрад, камраду, камрад. Всегда вы можете прийти, вы можете позвонить, всегда мы договоримся с вами, как говорится, какие-то подарки, скидки, и всегда это будет. Сесон продолжается. Удачи вам, камрады! Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok